Никто кроме них, и пусть крылатая гвардия не обижается, ведь по факту никто кроме квалифицированных работников к сетевому хозяйству города не допущен. Не существует и поправок на плохую погоду. Дождь, снег, все равно, авария, значит вперед. Свой высокий уровень профессионализма сотрудники Горсвета показали на всероссийском конкурсе. Мы участвовали первый раз, волнение было, оно вполне естественное, потому что все, что делаешь первый раз, это всегда волнительно, не знаешь, что будет. Роман Инкижинов участвовал в конкурсе со своими коллегами-электромонтерами Романом Сназиным и Константином Мангировым. Хоть для них это и был первый подобный опыт, это не помешало занять сразу третье место. Забрались бы и выше, только вот на теоретической части немного не добрали. Да, ничего особо трудного не было, просто может быть волнение чуть-чуть, потому что как бы ездили первый раз. И, ну, не знали просто, в чем заключается, как будет происходить. В принципе, были готовы, но в следующий раз, я думаю, улучшим результат. На верстале упущенное в практической части наши спецы набрали 170 баллов из 180 возможных. Но призовое место не главное, признаются конкурсанты. Важен полученный опыт. И цель командировки-то была, это не участвовать в соревнованиях, а обмен опытом с другими городами. Были экскурсии по Москве, мы были и в Моссвете, и в музее были Моссвета. То есть, основное это было, это мы общались с другими командами, как у них проходит работа, какие у них новшества. Выводы сделаны, поработать над ошибками еще есть время. И в следующем году специалисты Горсвета рассчитывают улучшить свой результат. Руслан Хороших, Жаргал Церендашиев. Новости дня. Руслан Хороших, Жаргал Церендаши.